Алекс, сказали, что традицию мы продолжаем. Традиции-то мы продолжаем. В субботу. А в субботу Александровский. Вот эта будничная, что очень важно, будничная обстановка рожала алмазы. Она рожала бриллианты, которые сверкают до сих пор. В этой будничной песне теперь могу алмазы найти где угодно. Вот это его работа. Он делал из любой простенькой песни шедевр. Вот он как раз это имел ввиду сказать. Сказал за него я. Но я не очень так. Он хорошо пел вообще. Чистенько интонируется, грамотно очень. Пел настолько замечательно, что не о чем говорить. Тут это очень много. Сейчас только вот Гарри Косева, мы с ним работаем. Дом Арсенков, Ланя. Это недавно было Концертово. Но только вот Гарри Косева продолжает на уровне, на высоком уровне продолжать его традицию, манеру. И, так сказать, мы рады, что такой человек есть. Потому что в нашей среде у нас в Питере есть люди талантливые. Вот, кстати, где у нас Эргард? Ну, есть продолжение. Валера, Валера, подойди и скажи пару слов. Спасибо. Он, кстати, очень хорошо поддерживает традицию Аркадия Дмитриевича Звездина и поет песни частенько в его манере. Так что спасибо ему огромное за это. Спасибо. Ну, я только могу что сказать. То, что я посвящал Аркадию, какие-то свои четверостишие. Мне этот голос жизнь перевернул. Его не спутать ни с каким другим. В мир новых песен двери распахнул. И я обрек себя, соприкоснувшись с ним. В чужих краях, где счастье искал. Или в суде на горестной скамье своей песней жить и выжить помогал Аркадий Северный, российский шамсонер. Спасибо тебе за эти слова, дорогой. Это замечательно. Валерий Яковлевич. Чуть попозже, может, споем, я тебя закомпонирую. Ну, если получишь. Видишь, правда. Сергей, пожалуйста, порадуйте нас вашими добрыми словами. Ну, просто о ваших впечатлениях. Как вы воспринимаете вообще его творчество, вот тот долг, который он исполнял для нас, собирая все эти песни? Вот как они сегодня для вас звучат? Что вы из них можете слушать с большим удовольствием, что с меньшим? То есть, как вы оцениваете, в общем, вот сегодняшний день? Пришло столько людей. Почему это произошло? Потому что Аркадий Северный, это гений. Да? 100 рублей. Ну, это вот такое слово, которое... Ну, тем не менее. Тем не менее. Сегодня звучит, да? Тем не менее. Да, тем не менее. Вы употребляете его сами. Реальность. Высокую оценку его таланта. Да. Да, конечно. Я узнал где-то его тоже в 88-м году где-то. И сразу полюбил. И надеюсь, что он всегда, наверняка. Понятно. Спасибо вам за вашу любовь. Спасибо. Мы очень рады вас видеть и слышать. Господа, среди нас присутствует писатель. Нет, господа, я много говорить не буду. Я просто вижу вот этот новый памятник. Это, конечно, вот та историческая плита, которая там лежала, которую мы все помним. Я уже жалко. Не сохранить надо. Но мы видим этот памятник, значит. И мы всегда, значит, как говорил Аркадий Дмитриевич, мы всегда будем помнить наши традиции, которых мы всегда знали, которых говорил еще Робеспье. Революция во Франции. Эмансипация женщины. Итак, начали. Ну, петь я не буду уже эту песню, потому что у меня голос, конечно, не такой, но... Просто вот, когда что-то включаешь, это уже все на автомате идет. Одно слово услышишь, и дальше уже продолжается. В голове это уже на уровне подсознания. Вся эта музыка, все это вот то, что мы... В 70-е годы без этого представить поста невозможно. А левое плечо снимает. Подойди сюда, левое плечо. Ну, как я подойду? Подойди сюда. Иди сюда. Вот это левое. Ну, где? С левой стороны. С правой, да? А вот это слева. Это, сказать, левое плечо и правое плечо. Благодаря ему, благодаря его деятельность активной, мы имеем сегодня этот памятник, Аркадьевич. Не будь его энтузиазма, ничего бы этого не было. Поэтому от его лица... А он должен был сделать... Я достаточно прочитать список людей, которые помогли материально для создания этого памятника. Я считаю, что этот список должен быть отглашен. Так вот, он сейчас скажет несколько слов, но я до него скажу. Спасибо всем тем, кто внес свои кровные деньги. Почему я это говорю? Потому что нам предстоит собрать деньги со всей России, со всего мира на будущий бронзовый памятник Аркадьевичу. Так что, ты не уходи. Давай, давай, скажи пару слов. Поснимайте, снимайте. Давай, давай, давай. Да, вот теперь, Владимир Николаевич, ничего не поделаешь, придется вам откликаться. Так что, пожалуйста, докладывайте. Я бы с удовольствием сказал такой фразой. Мы строили, строили и наконец построили. Ура! Вот это первое и главное. Два года мы это все над этим памятником. Как раз с 12 по 12. 12 апреля и два года назад оно началось. Ну, конечно, пришлось немножко так. Главное, все опиралось в деньги. Первое и главное. Ну, потом вопрос решился. Собирали все. Рудовь Федраевич присутствовал. Вы тоже подтягивали. Ну, все, короче. Я думаю, что присутствовал все-таки вложилось в это дело. Замечательный скульптор сделал это дело. Это шплет Володя Владимировна, памятник которого стоит на Пескаревском кладбище «Дети блокадного города». Так что, главное, что отличается оригинально. Белый, красивый, достойный Аркадий Северного. Ну, это не последний памятник ему. Он будет выше. Мы будем делать ему бронзовый памятник, ребята. Клик кинем клич на весь мир. Пускай все русскоязычные любители Аркадия Дмитриевича Звездина, Северного несут хоть какую-то лепку. Ну, мы соберем эти деньги и сделаем бронзовый памятник, который будет стоять в Питере у нас, в Питере. Не у Иванова, которые у нас, можно сказать, украли памятник, который делался здесь. А мы все-таки сделаем ему памятник здесь, который будет стоять как минимум в лесотехнической академии. Может быть, и в лучшем месте. По случаю этого события мы рады, что она жива и здорова, и память о ее супруге, она не только не меркнет, она крепнет. И мы должны сделать мероприятие в будущем, посвященное ее супругу. Субтитры создавал DimaTorzok